Мое включение прямо с корабля. Мы плывем по Волтаве, вот замка Звиков, по направлению Корлику. Ну, вы можете оценить сами широту реки. Как говорится, матушка моя Волга, отец мой днепр широкий. Это маленький сарказм. Крутые скалистые берега, покрытые в основном хвоей. Впереди Большой мост. Плывем вниз по течению, по направлению к замку Орлик, по направлению к Враге. Впереди Большой мост. Так что, друзья мои, как я и обещал, Там, как оказалось, водные ресурсы в Чехии есть, и на этих прекрасных водах, в частности на водах реки Волтавы, можно пережить вот такое замечательное приключение, небольшое путешествие. Проезжаем под великолепным мостом, чудесная развязка автопобильная. Ну, как говорится, не Волга, не Днепр, не Миссисипи, но вполне, вполне. Да, и сама река прекрасная, и берега ее тоже очень-очень красивые, очень зеленые, наполненные войнами. И вот на этом берегу довольно много листьев и деревьев. Пока еще начало осени, поэтому они еще зеленые. По сути, после довольно дождливого конца лета пришло солнце и отдает свои долги, которые не отдало в августе. В следующий раз мы включимся на подъезде к замку Орли. Замок тоже XIII века. В нем совмещаются разные стили. Он, естественно, много раз перестраивался. То есть, то состояние, в котором он находится сейчас, можно назвать псевдоготикой. И замок с высоты птичьего полета напоминает орлиное гнездо. Потому и называется так орлик. С виков привычка, а орлик, потому что напоминает орлиное гнездо. Что ж, до встречи, до встречи при подъезде к замку. Продолжение следует. Продолжение следует.